Как показывает жизнь, пословица о том, что милые бронятся, только тешатся, не всегда правдива. Зачастую семейный скандал заканчивается настоящей трагедией. Сегодня это разбитая посуда, а завтра ножевое. Причиной тому не раз становился алкоголь. Жертвы домашнего насилия, как правило, женщины. Кто-то распускает руки, а кто-то предпочитает психологический прессинг. Страдают не только жены, но и матеря. Часто употребляют? Часто. Работать работает? Нет. Не работает? Нет. А сын второй работает? Нет. Все живут, замышлены. Одна я пенсионерка, плачу. А второй сын где? Где-то гуляет, не знаю. А он тоже с вами, да, проживает? С мной. В одной из квартир этой многоэтажки практически каждое застолье заканчивается вызовом милиции. С одной стороны предстает картина любящего мужа и заботливого отца. С другой – дебошира под градусом. Мужчина говорит, мол, и сам не рад своему поведению. Всему виной слабость к крепким напиткам. А семейный скандал у вас происходит? У вас когда алкоголь? Ну, как вам сказать? По-разному было. Ну, надо, наверное, прекратить это уже, правда? Вы же не молодой мужчина, верно? Живете хорошо при личном квартире. День рождения, наверное, был недавно. Да. Предотвратить беду. Именно такая задача стоит у правоохранителей. Акция «Дом без насилия» охватила все уголки страны. В рамках этого мероприятия мы посещаем семьи, где ранее происходили семейные скандалы. Стараемся как-нибудь профилактическую работу с ними провести, побеседовать, наставить на путь. Ежегодно только в Могилевской области регистрируют 12 тысяч сообщений о семейно-бытовых конфликтах. Практически каждый второй, совершивший насилие, привлекается к административной ответственности. Результаты этой деятельности правоохранительного органа является то, что у нас, могу сказать, следующие цифры. За первый квартал 2021 года произошло снижение убийств с 5 до 2 в городе Бобруйске и умышленных тяжких телесных повреждений с 11 до 3. Безнаказанность – мощный фактор, который провоцирует насилие. Если вы стали жертвой домашнего агрессора, звоните по телефону 102. Помните, бьет – не значит любит. Субтитры создавал DimaTorzok